запись уже все вот добрый вечер мы с вами можем начинать у нас сегодня такое занятие восполнить то занятие которое у нас сорвалось вчера поэтому я не ожидаю что будет много народу благодарен всем кто присоединился мы как всегда все наши духовные условия усилия посвятим благополучию наших воинов их победе возвращению пленных выздоровлению раненых всегда упоминаю свою жену любого от михаэль лей зихрау лейлу не шмота и мы с вами я поднимаю тот материал который я приготовил и мы с вами начнем сразу предупреждаю материал непростой вот хотел прежде всего с вами поделиться как можно представить себе мудрость царя шламу мы говорим о нем мы представляем себя о нем говорится что он мудрее был всех людей в книге малахи малев что он знал язык птиц и язык деревьев и имеется в виду не то что деревья говорят и птицы говорят на то что царь шлама умел понимать все то что хочет сказать всевышний так сказать вырастив то или иное дерево и что он хочет сказать голосом той или иной птицы это потрясающее проникновение в материальный мир как и в речь всевышнего давайте попытаемся себе представить мудрость царя шлама на тех идеях которые он так сказать спрятал в храме как вы знаете в первом храме стояла таинственное сооружение которое называлось морем шлама здесь вы увидите на картинке справа это двенадцать быков по три с каждой стороны на и они развернуты спиной друг другу дня и на них стоит то что важно стоит квадрат и на этом квадрате стоит так сказать круг моря в котором есть вода никто не знает толком для чего было предназначено это море и возможно что она была она была миковой возможно что из него набирали воду для омовения рук и ног в специальные сосуды на колесах которые стояли возле стен храма это сейчас для нас не суть важно важно какие идеи что царь шлама заложил здесь прежде всего может быть мы соотнесемся с текстом книги малахим на и здесь мы с вами увидим на что сказано и сделал море литое которое десять амод от края и до края круглая на круглая само по себе и и 5 амод его высота и 30 амод его и 33 амод его окружает то есть диаметр 10 метров а 30 не 10 метров 10 локтей и 30 локтей окружность можно подумать что не умели точно считать что не знали число пи поэтому 10 превратилось в 30 приблизительно но можно так подумать но только царь шлама заложил намек в тексте что он прекрасно знал число пи каким образом как вы знаете в торе и пророках есть такие места когда говорится что написано так то а читай читай так то вот это отмечено в изданиях печатных и вот здесь в слове не кав линия который окружает окружает чан есть написание есть прочтение написание это как бы как бы на кав с буквой г на конце так как не не пишется так как не читается и невозможно наверно прочитать но записано таковы с буквой г а вот читается как обычно кав на линия которая округлиния окружности ков на теперь значит если мы соотнесемся с гематрии то мы с вами увидим что как бы так сказать по гематрии на это 111 умножив на 3 мы получим 333 до а кав по гематрии 106 он и теперь если мы 111 умноженные на 3 поделим на 106 то есть как бы то что то что написано поделим на то что читается гематрию слова написанного поделим на гематрию слова читающегося у нас получится с вами число пи дальнейшие знаки они не совсем соответствуют числу пи я не привел их да но первые три знака это число пи то если записано что диаметр 10 окружность 30 то так записано на самом деле число пи хорошо изместно великому мудрецу самому мудрому из из людей опять же напоминаю это первая книга малахим первая книга царств 7 глава и 23 предложение в этой главе там описывается устройство храма и предметов храма теперь очень интересно как стоит этот чан на он стоит так что скажем внутренняя часть чана представляет собой как бы круг вписанный в квадрат вы здесь можете это видеть вот внутренняя часть чана она как бы круг вписанный в квадрат на внешняя часть чана край который выступает если смотреть на него то получается на то получается что я здесь изобразил я изобразил неправильно я прошу прощения да тут нужно вам будет включить воображение свое я почему-то запутался на если смотреть на внешний обод если смотреть на внешний обод то получается квадрат вписанный в круг на а есть смотреть на внутренний то получается круг вписанный квадрат я почему-то дважды изобразил одно и то же но уж вы меня простите представьте себе вот скажем раби ашлаг своей книги объяснит что это две идеи как бы круг вписанный квадрат это когда скажем прямая линия идея прямой линии давлеет над над идеей круга сейчас постараемся разобрать что это такое на а если квадрат вписан в киевки вписан круг то это круг давлеет над идеей прямой на он говорит о том что это связано с представлением о сотворении мира если мы вспомним с вами если представим себе аризаль аризаль говорит о начале мира он представляет его даже графически это есть его книги эсхаи нам есть такой рисунок есть круг как бы границы мира и от этого круга протянута линия к центру к точке раби ашлаг поднимает вопрос да что первично линия ли точка допустим точка линия тянется к точке на вот но как возникла . на можно представить себе что линия первичная и . постепенно выделяется из линии . как бы темнота она содержится в луче она постоянно постепенно выделяется из него какая картина правильно обе правильные на ночи в духовном мире невозможно принять решение что что сначала 100 потом поэтому нужно рассматривать два карте две картины одна картина . первичные к ней тянется луч а другая картина непонятно где точка и она постепенно выделяется из луча да вот я думаю что так можно представить себе мудрость царя шламо говорят что это море оно направлено на то чтобы исправить грех золотого тельца как он как может это море исправить грех золотого тельца грех золотого тельца состоял в том что люди хотели исключить как бы всевышнего из внутреннего мира но он представить себе мир примерно как демокрит что есть атом и он неделим и там что внутри атома непонятно но самому по себе а там понятно что он материя вот люди хотели представить себе так мир исключить понятие то что всевышний как бы внутри всего естественно что он это всевышний одновременно и внутри и снаружи опять же здесь нужно совмещать два понятия да и золотой телец золотой телец эгель он как бы исключал присутствие всевышнего внутри вот эти быки стояли развернувшись то есть бык он был как бы двенадцать быков с какой стороны не зайди везде видишь его морду а внутри они соединены спинами эти быки и как бы нету там нету ничего и внутри как бы внутри материального мира есть так можно сказать нет ничего кроме быков кроме материи да и вот шламо сделал такой образ на как бы начала мира сотворения мира и он как бы показал что в центральной точке в самом в как бы глубине самой материи но есть так можно сказать находится небо да то есть небо отражается в этом чане и указывает на то что не быки между быками что-то есть что есть атомный он не по себе не сам по замкнут не проницаем до а внутри него что то есть то есть таким образом это исправления греха золотого тельца отрицания так сказать замкнутости материи даю и ее конечности на можно говорить о бесконечности вселенной можно говорить о бесконечности атома на like вот неважно-вселенная конечная или бесконечно, неважно, атом, скажем, да, понятно, что атом он делим, в любом случае Всевышний находится повсюду, и нельзя ограничить никакое пространство и сказать, что там нет Всевышнего. Это мне хотелось с вами с этим поделиться, для того, чтобы представить себе мудрость царя Шламо, книгу какого человека, мы пытаемся с вами разобрать и пытаемся с вами изучить. Теперь мы пойдём с вами дальше, и следующая посылка, которую я бы хотел с вами разобрать, это то, что мы можем представить себе, что в книге Мишлей не даётся никакого определения мудрости, даются свойства мудрости, может быть, да, даются свойства мудрости, может быть, даже какие-то определения даются, но ни одно из определений не является окончательным, оно где-то в каком-то другом месте находит своё дополнение. Поэтому на вопрос, что такое мудрость у царя Шламо, да, в общем-то, трудно ответить, да, можно прочитать книгу, можно увидеть разные свойства мудрости, можно увидеть её, её, так сказать, жизненную необходимость этой мудрости, если так можно сказать, то есть, что без неё никуда, как бы, да, и с разных сторон. Можно понять, что мудрость бывает во имя небес, а мудрость бывает и не во имя небес, если она не во имя небес, она похожа на продажную женщину, да, вот, это всё можно извлечь, но вряд ли можно, вряд ли можно дать определение мудрости. Это очень подходит к нашему последнему занятию, когда мы с вами говорили о мудрости, как бы, как слово хохма разбивается на слово коахма, какая-то сила, да, которая приходит ми-эйн, ми-эйн-сов, из бесконечности, да, входит в этот мир, как бы, сила, сила творящая, или, как мы с вами представили, смысл творения всего, да, это мудрость, да, и мудрость, как мы с вами можем представить из царя Асламо, это только то, что ведёт к добру, и мудрость, она, как бы, да, ну, как мы представили себе, её цель – это живое ощущение, живое ощущение Всевышнего, вот, так что трудно требовать каких-то, трудно требовать каких-то определений, да, и вот я хочу с вами пробежать несколько моментов, которые мы с вами уже изучали, и в первой главе говорится, да, царь Асламо говорит, знать, я бы сказать, как бы перевёл, как применять мудрость, потому что, да, знать мудрость, в смысле, да, это соединение, соединение, как бы, духовного и материального, да, вот, и вот есть знать мудрость, очень трудно знать мудрость саму по себе, да, и, ну, тут мы можем с вами, вот, перевести таким образом, знать, как применять мудрость, как мудрость превратить в реальные действия, да, вот, зачем? Чтобы привнести в мир благо, да, через мусар, через поучение, так сказать, да, через правила жизни. Вот это первое наше соприкосновение с понятием мудрости, да, знать мудрость, да, и знать, знать, как привнести в мир благо через, ну, скажем, правила поведения, через мусар, через, да, через нравственность, да, через нашу жизнь. Это первое наше соприкосновение с мудростью в этой книге, да. Да, вот, трепет перед Богом – начало знания, и Рад Гошем решит даат, да, вот, даат тоже в того же, решит даат хухма – знание, знание мудрости, да. Тоже я здесь перевел знание, как применять мудрость, как мудрость должна входить в этот мир трепет перед Богом, да, как мы с вами представляем себе, да, что с трепета перед Богом начинается все там, где нет трепета перед Богом, там не может быть мудрости, и тем более не может быть знания, как из мудрости, так сказать, сделать благо. Не может быть знания мусара, того пути, того дороги, который ведет к благу, да. Вот, дальше, да. Бог даст мудрость из уст его знания, из уст его знания и понимания. Ки Гошем и тен хухма. Всевышний дает мудрость, мудрость она, настоящая мудрость она у Всевышнего. Кому дает Бог мудрость, да, немного позже сломо скажет у того, у кого есть желание обрести мудрость. Конечно, желание, оно четкое, сильное. Желание, когда человек отказывается от других благ, когда он мудрость ценит выше всего, ценит выше денег, выше других благ, тогда Всевышний дает мудрость, если в сердце есть такое сильное желание. Вот через нее немножко мы сейчас увидим этот момент. мипив да ату двума, из уст его, то есть через пророчество, я бы сказал, да, мудрость как сила, как сила понимания, да, как сила понимания ее дает Всевышний. А из уст его, то есть, я бы сказал, из пророчества, да, это знание, как эту силу понимания применить в мир, чтобы сделать из нее благо, да, и вот это даа, тут в уна, это знание применения и понимания, это из уст Всевышнего, это через Тору, это через пророчество, а сама сила, сама сила мудрости ее дает Всевышний, сила, да, сила обрести, сила обрести мудрость, сила понять, сила преобразования мира, так, чтобы примнести в него благо, да, вот, дальше еще одно свойство мудрости, скажем, альтиеха хамбейнехани, будь мудрецом в своих глазах, ереет гашем висур мира, да, никогда не говори, что я знаю, как нужно жить, я знаю, как нужно поступать, вот, мне все известно, да, не будь мудрецом в своих глазах, пусть будет трепет перед Богом, всегда помни о Боге, пусть трепет будет перед Богом, и правило твое должно быть устраняться от, устраняться от зла, да, потому что если ты будешь мудрец в своих глазах, то ты скажешь, что, ну, вот это можно, это можно, но в конечном итоге все ведет к благу, да, вот, но трепет перед Всевышним, боясь перед Всевышнего ощущения, что ты стоишь перед Ним, и правило устраняться от дурного, да, даже как от средства достижения блага, потому что это не будет никогда средством, достижение блага устраняться от дурного, это, как бы, правило и предупреждение тому, кто хочет быть, так сказать, мудрее Всевышнего, да, мудрее его законов, мудрее его правил, да, начало мудрости, пожелай обрести мудрость, да, решит хохма, кне хохма, начало мудрости, обрети мудрость, да, но мы понимаем в славе, что слова царя Шламо нужно понять, да, что значит начало мудрости, обрести мудрость, начало мудрости, пожелай обрести мудрость, да, То есть, когда ты захочешь мудрость, как говорит царь Шламо, больше, чем серебро и больше, чем жемчужины на дне моря, когда будет твое такое желание и стремление к мудрости, это начало мудрости. Потому что мудрость – силу понимания и мира, и духовных сфер, вообще просто силу понимания дает Всевышний, кому дает тот, кто хочет быть мудрым, тот, кто готов жертвовать материальными благами, если придется ради мудрости. Увы хольки нены, как не бина, и во всех твоих устремлениях мудрости обретай понимание. То есть, как бы желание мудрости, обрести силу понимания, вот оно как раз должно сочетаться с желанием понимания. Пуще всего хранимого храни сердце твое, ибо из него исходит жизнь. Это я привел вам, чтобы напомнить, на самом деле, как бы, может быть, мое любимое высказывание. Больше всего храни его, храни сердце всего, потому что из него исходит жизнь. Может быть, и здесь нет непосредственного указания соотношению с мудростью, но указания на то, что чистота души человека, его неиспорченность, отсутствие загрязнения в душе, здесь Штамо говорит о сердце, о чистоте сердца, она определяет все. Она определяет понимание человека, отношение человека к жизни. И поэтому он говорит, что из сердца, как бы, да, исходит жизнь, или событие, может быть, жизни, да, это исходит из сердца, как человек, как говорят, каждый понимает все в меру своей испорченности. И действительно, тогда какую бы силу, силу мудрости Всевышний не дал, если сердце испорчено, оно все извратит и все повернет в какую-то свою сторону. И для того, чтобы, как бы, опять же, проиллюстрировать это высказывание царя Штамо, я взял для вас из пророка Еремияху, из второй главы. «Ибо два зла совершил народ мой, меня оставили источник воды живой, чтобы выкопать колодцы, колодцы разбитые, которые не удержат воды». Это немножко я забежал вперед, давайте вот здесь посмотрим. Это из пятого перека. «Пей воду из водосборника своего и текущую из источника твоего». «Аште май ми булеха, бенозли ми тох бейреха». И здесь такой призыв «пить воду из бор». Это яма, водосборник. И туда, в этот водосборник, вода натекает из бейр, из колодца, из источника, как мы представляем себе колодец, можем представить себе не только в средней полосе России или где-то, когда вода поднимается снизу и наполняет сам колодец. Также и здесь, так сказать, на Ближнем Востоке, для того, чтобы найти воду, делали углубление, а потом для того, чтобы ее собрать и чтобы она поднималась из этого источника, делали такую, то, что называется здесь, яма, бор. Она могла быть каменной, она могла быть обмазана глиной. И здесь говорится «пей воду из ямы твоей», то есть водосборника твоего, который идет из источника твоего. Тут царь Шламо говорит о том, что человеку следует приготовить сосуд для тех знаний, которые, скажем, идут из его души, из бейр. И водосборник, он наполняется сверху от дождя, как бы от тех знаний, которые даются свыше, и от тех, как бы, знаний или от того источника, который есть в нем самом. Источник, который есть в самом человеке, как мы понимаем, это силы его души, которые, те знания, которые приходят к нему свыше, они превращают в, может быть, и в новые знания, какое-то понимание, которое, так сказать, идет снизу от этой жизни. И вот параллель к этому – это в пророке Ишаягу. «Ибо два зла совершил народ мой, меня оставили источник воды живой, чтобы выкопать колодцы, колодцы разбитые, которые не удержат воды». Здесь интересно, теперь, когда мы представляем себе этот колодец, эта яма, из которой есть живой источник, здесь Всевышний говорит, живой источник оставили и начали копать колодцы для мудрости, для знаний, как бы сосуды для мудрости, для знаний, ожидая получить эту мудрость и эти знания. Откуда оставили меня? Вот, источник-то нет самого. Кроме того, эти колодцы разбиты. Допустим, они хотят получить дождь с неба, собрать дождь с неба, не из земли. Так и этого не будет, потому что то, что они сделали, это сосуды разбитые. И это упрек не простым людям, а это упрек мудрецам, которые оставляют источник живой воды, пророчество. Да, живое пророчество для того, чтобы выкопать колодцы, ну, вот, скажем, да, изучать Тору, сделать сосуды, такие для жизни, да, без пророчества, оставив пророчество. Получаются колодцы разбитые, которые не наполняются изнутри и которые не могут наполниться и водой с небес. Да, это упрек Еремияву. Теперь идем с вами дальше для того, чтобы продолжить наше изучение. Вот шестой перик. Ну, я тут не знаю, нужно ли нам вдаваться в подробности. Я только напомню, да, что то, что призывает, к чему призывает царь Шламо, это призывает человеку заниматься в жизни тем, что, к чему склонна его душа, да, вот это просто для того, чтобы напомнить шестой перик, к чему склонна его душа и уходить от того, что уходить от того, что может принести только деньги, стремление только к деньгам, только к заработку, да. Человек не может так жить, чтобы думать только о заработке. То, что он делает, должно быть близко его душе. Вот. Ну, и, наконец, вот я сразу перейду к восьмому перику, к восьмой главе, которую мы с вами смотрели в прошлый раз. И рад гашем синат ра, да. Трепет перед Богом – это ненависть зла, да. Это ненависть зла, да. И мы с вами говорили, что, может быть, это не сам трепет перед Богом, но это признак, по которому можно определить трепет перед Богом, да, что человек ненавидит зло. Ну, не знаю, я старался изо всех сил какое-то дать краткое пояснение, возвращение к тому, что мы с вами посмотрели. Удалось? Нет. Не знаю. Ну, во всяком случае, надеюсь, не совсем бесполезное дело. Да. И то, что я хочу еще раз подчеркнуть, что здесь не будет никакого определения, не будет никакого определения мудрости во всей книге, а просто разговор о мудрости со всех сторон, с разных сторон. Это то, что отличает эту книгу самого мудрого человека на свете, да. Вот, теперь мы попадаем с вами в девятую главу, потому что мы были в восьмой. Как вы понимаете, что после восьмой сразу девятая, да. И здесь Шламо говорит так. И вот тут нам с вами нужно снова задуматься. Я надеюсь, что вы помните, что в восьмом перике говорилось, что мудрость предшествует как бы сотворению мира, да, да, как можно предшествовать сотворению мира, непонятно. Но мы с вами постарались объяснить и сказали, что раньше мира, как бы в духовном мире, да, существует цель, да, и мудрость. Мудрость является целью сотворения мира, да. Вот, и как мы постарались с вами увидеть, что мудрость должна привести к живому ощущению божественного присутствия в мире. Так что мудрость, по крайней мере, в каком-то смысле, является целью сотворения мира. И об этом сказано такими словами, что она предшествует миру, да. Мы сравнивали, если вы помните, с вами с книгой Иова, да. Вот, и там также Иов говорит о мудрости, которая предшествовала всему, да. И вот здесь девятая глава как бы продолжает эту мысль и говорит, что мудрость дом свой построила, как бы мудростью творится мир. Ну, здесь образно как бы мудрость сама вроде бы создает мир. Понятно, что это Всевышний действует через мудрость, через хохма, через свой план, через ту силу, которую он заложил в мир, и она называется, и она называется мудростью, да. Вот, мудрость построила дом свой, высоко семь колонн, да. И вроде бы на семи колоннах, на семи основах стоит мир. И мы тут же с вами можем вспомнить Перкеа Вод, где Шимона Садди говорит, что мир стоит на трёх вещах, да. На торе, на служении и о наказании и милости, да. Но здесь Шимона Садди идет немножко по другой линии. Мы сейчас посмотрим, о каких семи колоннах говорит царь Шламо, да. Но Шимона Садди делит на, как бы, на три части. Делит, говорит о трёх частях, о трёх линиях. Это разум, чувство и действие, да. Торы – это разум, служение – это чувство. В общем-то, исполнение заповеди, цель – это почувствовать духовный мир, да. И действие, действие в материальном мире. То есть, работает разум, чувство и, как бы, физическое действие, всё это работает. И это три основы мира. То есть, он говорит похожую вещь, но несколько по-другому. А о чём же говорит царь Шламо? Да, царь Шламо говорит так, что мудрость, да, она, если так можно сказать, основала мир на свойствах души. Вот, как бы, образно можно представить себе так, что мудрость, она исходит, как бы, из бесконечности, как мы сказали с вами, из бесконечного света. Этот бесконечный свет проникает в мир, материальный мир, можно сказать, ограниченный мир, да. И здесь основанием становится свойство души, да. Основанием в том смысле, что без этого мир не может существовать, да. Вот есть мудрость, глобальная сила, да, сила понимания, но эта сила, она создаёт силу восприятия мира материального, да. Сила понимания, она создаёт силу восприятия этого мира, да. Ну, в Кабале бы, как бы, я не люблю это слово, но, условно говоря, в Кабале бы нам сказали, что есть три верхние сферы, которые относятся к мудрости. Мудрость понимания, и вот, да, такая связь высшего мира с более нижним миром, да. Это три верхние сферы, а дальше, как бы, из них вытекает, или дальше строится мир, и там есть семь сферот, которые относятся к чувственному миру, да. То есть, вот, мудрость, это коахма, это неизвестная сила, приходящая из бесконечности, да, она строит мир и создаёт мир, да, во многих планах, да, но один из планов, она, так сказать, развивает, да, может быть, можно сказать, и создаёт, и развивает, да, чувственный мир человека, основы его души, основы восприятия этого материального мира, да, ну, восприятие такого, скажем, да, когда за материальным миром чувствуется духовный, ощущается духовный, да, вот, эта мудрость из бесконечности, как какая-то капля неизвестная откуда-то, да, она вот так вот растекается в этом мире на семь, по семи таким каналам, да, и, ну, можно сказать, грубо говоря, у человека появляются инструменты восприятия окружающего мира, так, чтобы он не казался только материальным, а чтобы за ним ощущался духовный мир, да, и что же это за инструменты и колонны? Это милость, да, и строгость, да, хэсет и гвура, скажем, да, стремление к неограниченной милости и неограниченной любви, и стремление к ограничению, да, потому что, скажем, да, любая милость, если её просто разливать бесконечно, она не будет воспринята. Для того, чтобы милость, добро было воспринято, нужна строгость, как бы, нужно воспитание, нужны границы, нужны требования, нужен тот же самый мусал, да, правила поведения, правила нравственности, да, и это вот то, что, как правило, называют гвура. Значит, две составляющие. Первая – это милость и строгость, потом средняя, как бы, линия между ними – это тиферет, и это можно назвать чувство красоты, то есть в душе заложена способность очищать красоту. И, как мы с вами говорили, да, вот как морал говорит, что красота, она проявляется там, где сочетаются две противоположности, да, и мы можем представить себе, что чувство красоты – это сила восприятия духовного мира. Может быть, не так ясно, не напрямую, да, но это сила, которая, чувство красоты – это сила почувствовать, что за видимым миром скрывается невидимый мир. Собственно, это и есть красота. Это третье свойство, да. Вот четвертое свойство – это неизменная цель, да, что есть нечто неизменное, к чему человек стремится и никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не отказывается от этой цели, да, она всегда, она всегда с ним. Может быть, такие обстоятельства, что, как бы, его путь куда-то уходит, может быть, он ходит кругами, но о цели своей он всегда помнит, да. Это свойство называется нецах, это неизменная цель. Мудрецы говорят, что нецах – это не нецах – это Иерушалай, да, вот, ну и здесь можно представить, что цель – это вот такое приближение к Богу, как человек идет к Иерушалайму, приближается к Иерушалайму, он приближается ко Всевышнему, так вот и нецах, да, как Иерушалай им, можно сказать, храм, можно сказать, святая святых, можно сказать, точка, из которой был сотворен мир, что угодно, как бы, представить, но это цель, да, это цель, приближение, цель – это приближение к Богу, которую человек никогда не, от которой человек никогда не отказывается, ни на одну секунду, да. влияние на мир – это год, это еще одно свойство души, да, вот это умение влиять на мир в духовном плане, раскрывать Тору, ее понятия и так далее, да, как бы год, как слава, как прославление, да, и, да, и, скажем, да, есть еще одно свойство, которое я хотел бы как включить в это, но давайте мы здесь так напишем, да, основание я пишу, да, еще одно свойство – это основание, говорят, что праведник – это основание, основание, основание мира, да, и в том плане, что он собирает в себе все силы, которые были, как бы, перечислены до этого, он собирает в себе все и делает это основой своего существования, и последнее, как бы, свойство называется молхуд – царство – это умение управлять собой и всем миром. Что мы с вами сделали? Мы с вами посмотрели семь сферот, семь сфер, да, но только не просто называя их там это, 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 а попытались осмыслить, какая есть где. И у нас здесь теперь картина того, о чем говорит самый мудрый человек на свете, да, что, да, вот, мудрость, здесь, может быть, мудрость Всевышнего, да, она, через нее, через нее творится, через ее творится мир по определенному плану, мир творится таким, чтобы в нем ощущалась мудрость Всевышнего, да, но, кроме того, или прежде всего, как бы из мудрости вытекает или проистекает, так сказать, свойства души, которые позволяют человеку, так сказать, передвигаться в этом мире, не теряя связь с миром духовным, да, вот, эта мудрость построила дом и поставила семь колонн. Получилось много, получилось долго, получилось сложно, у нас нет выхода, да, для того, чтобы понять, как мы с вами представляем самого мудрого человека, да, нам необходимо углубиться и в духовный мир, да, вот, и дальше говорится, что она приготовила еду, приготовила вино и даже накрыла стол, да, это все говорится о мудрости, да, послала своих девушек, своих служанок, для того, чтобы провозглашать на высотах, да, кто, кто простак, пусть вернет сюда, у кого, у кого не хватает сердца, не хватает либо чистоты сердца, не хватает понимания, да, все приходите сюда, все приходите на этот пир, который приготовила мудрость, да, так она говорит ему, идите, ешьте хлеб, мой хлеб и пейте вино, которое я разлила, да, оставьте простаки, оставьте простоту такую, да, как бы, как сказать, ну, да, простоту в таком не очень хорошей, не очень хороших аннотаций, да, вот, простоту в том смысле, ну, все по-простому, ничего не надо, никакой мудрости, вот, оставьте эту идею, выхаю и живите, да, и шагайте, идите по дороге бейна, по дороге понимания, да, то есть дается такая картина, как бы, да, мудрость создает мир, создает в нем все условия для того, чтобы человек не отрывался от, не отрывался от духовности, она дает человеку силы души, которые позволяют держать связь с духовным миром, оставаться, так сказать, духовным существом и в материальном мире, да, и, как бы, все готово, все готово вот этому человеку, так сказать, созданному мудростью, душе созданной мудростью, все готово для жизни, да, все, она приготовила мудрость, да, вот, и она и разлила вино, и накрыла стол, да, и послала своих девушек, вестниц, которые взывают, да, то есть образ такой, что мудрость построила дом на семи колоннах, и она, как бы, приготовила все, что необходимо, все, что необходимо для жизни, если видеть в вине, скажем, пророчества, да, то можно сказать, что мудрость готова наполнить мир пророчеством, да, если видеть, да, послала своих девушек, да, то есть человек, как царь Шламо уже неоднократно рисовал эту картину, человек, который входит в мир, да, он не остается, как бы сам по себе, постоянно звучит призыв, призыв, призыв мудрости, можете сказать, призыв Всевышнего, да, он постоянно звучит и звучит повсюду, то есть там и сям и везде человек сталкивается с призывом обрести мудрость. Может быть, ему повезло, и он родился в семье, соблюдающей Тор, и он с детства учит, с детства учит Тор очень хорошо, но все равно призыв, да, призыв к мудрости, да, призыв мудрости, может быть, стать еще мудрее, может быть, понять какие-то вещи, да, он звучит постоянно, да, вот, и постоянно в мир дается сила пророчества, да, и мудрость всегда призывает, да, кто простак такой, да, простофиля, скажем, да, пусть придет сюда, да, и тот, у кого, у тот, у кого не хватает сердца, не хватает понимания, что нужно, понимание, что нужно учиться, обрести знания, да, она ему говорит, идите, ешьте хлеб здесь, да, хлеб как здесь, как мудрость, да, как, вот, вино, как пророчество, хлеб как мудрость, можно в трактате Брохот, в трактате Брохот мудрецы говорят, что хлеб, он как бы символ мудрости, и что ребенок, только когда начинает есть хлеб, он начинает обретать мудрость этого, мудрость этого мира, ну, еще можно несколько вещей сказать, но это то, о чем говорится в трактате Брохот, хлеб как символ мудрости, да, Раби Мейер говорит, что хлеб, он в каком-то смысле отображает дерево познания добра и зла, у дерева добра и зла были разные стороны, да, вот Раби Мейер подчеркивает эту сторону, хлеб, да, и вот теперь как бы в хлебе отразилась такая спрятанная мудрость в природе, ну, неважно, просто здесь можно долго рассуждать, просто можно сказать, что хлеб – это символ мудрости, да, есть хлеб, это здесь умудряться, и вот, и обратите внимание на то, как призывает мудрость, может быть, через своих посланников, да, простаки, кто такие простаки? Тот, кто хочет быть простаком, тот, кто оставит, тот хочет оставаться простаком, и царь Шламо говорил уже, да, что простаки любят простоту, да, ну, зачем эти сложности, зачем это всё проникновение в духовный мир, вот, зачем это нужно, мы и так проживём, у нас на это головы не хватает, да, сворачивайте сюда, говорит мудрость, сворачивайте к мудрости, там, где можно выучить, да, Хасар Лев, тот, у кого не хватает сердца для понимания, да, она и его зовёт, да, почему не хватает сердца для понимания? То же самое, только потому, что не дал себе труда понять, да, идите, ешьте, и пейте вино, то есть мудрость и пророчество, это для вас всё открыто, да, как бы для каждого человека приготовлено и приготовлено изначально в этом мире. Азвупи таим вихаю, да, оставьте эту простоту вашу, да, всё по-простому, да, и живите, потому что мудрость, да, она выводит на духовный мир, на связь с духовным миром, она, в конце концов, выводит на связь с бесконечностью, да, и это жизнь, оттуда жизнь, да, и шагайте по дороге понимания, да, вот, может быть, непросто, но что делать? А с нами разговаривает самый мудрый человек на свете, и так сказать, не даёт нам спуску, не даёт нам поплажек, а говорит всё, что он считает нужным сказать, и не всегда это сразу понятно, иногда приходится расшифровывать это как шифр. Вот, теперь, да, теперь неожиданно царь Шламон, ну, может быть, неожиданно, есть связь, сейчас мы посмотрим эту связь, да, он говорит такие вещи, поучающий, иосер лет, поучающий насмешщика, насмешника, локех, локалун, он набирает так себе, или, скажем, берёт для себя, или принимает на себя, что стыд, да, бесславие здесь по-русски переведено, не знаю, почему бесславие, ну, так как бы подходит, да, но колон, да, ну, действительно, да, колон от слова каль, лёгкий, да, вот он, это скорее, скорее какие-то, какие-то проклятия, да, а здесь по смыслу колон, да, он сам становится легковесным, как бы легковесным в глазах других людей, а может быть легковесным в глазах, прежде всего, в глазах этого насмешника, да, в умохиях лираша мумо, а тот, кто поучает злодея, это его недостаток, да, и обличающий нечестивого, не поучающий здесь лучше, да, пятно в себе, ну, может быть, да, вполне как перевод, вполне как вариант годится, да, о чём, о чём идёт речь, да, вот мудрость взывает, мудрость призывает, да, мы обо всём этом поговорили, да, но у каждого человека есть обязанность, то есть как бы из предыдущего вытекает такой вывод, как бы прямой, что у каждого человека есть обязанность быть посланником этой мудрости, да, нести в мир мудрость, вместе с ней, одновременно, неразрывно с ней нести в мир добро, да, и нам же нужно говорить слова Торы, нужно говорить слова поучения, да, нужно и воспринимать, конечно, слова поучения, но и говорить нужно, и вот тогда, значит, царь Шламо переходит и говорит, вот человек, значит, он знает, что мудрость говорить в мире и его обязанность говорить в мире, и царь Шламо продолжает и говорить, да, и продолжает и говорит, получающий насмешника, он становится легковесным, прежде всего, в глазах того же насмешника, а когда они его высмеивают, то и в глазах других людей он становится легковесным. Насмешник – это самое тяжёлое свойство, самое тяжёлое качество. Насмешник – это тот, кто отрицает ценность. Насмешник может быть разным, насмешник может сидеть в кафе, в баре, он утром пойдёт молиться и помолится, сделает всё, что необходимо, и в тфилин будет молиться, но он не видит никакой ценности в служении Всевышнему, в постижении желания Всевышнего, в попытке привнести в мир добро, он не видит никакой в этом ценности, он своё всё время просиживает в баре. Это один тип насмешника. То есть он отрицает ценность Торы, и он смеётся над теми, кто привержен Торе, привержен постижению Торы, или даже привержен работе, привержен своему делу. Опять же, как попытки и выразить самого себя в своих делах и привнести в мир добро, они над всем этим смеются. Это один момент. Другой момент классическим насмешником называется Амалек. В чём его насмешка? Так сказать, когда сыновья Израиля перешли через море, все народы испугались и дрожали. И тут пришёл Амалек для того, чтобы показать, что сыновья Израиля – это никакие не сыновья Бога, это нормальные люди, их можно убивать. Это была единственная задача. Они готовы были сами погибнуть. Это племя Амалека. Но только кого-то убить из сыновей Израиля. И это насмешка, как бы, да? Отрицание силы Всевышнего, отрицание могущества Всевышнего. А я вот сейчас сделаю вот так и так, и вот мне Всевышний ничего не сделает. Это идея Амалека, насмешка. И она в каком-то смысле, в духовном плане, может быть, самая страшная такая посылка – отрицание ценности. Отрицание ценности веры, отрицание ценности торы. То, что называется арахим – ценности, приоритет ценности. Всё это насмешник отрицает. И насмешника нельзя поучать, потому что он над всем твоим поучением. Нельзя ему говорить, как нужно поступать, потому что тот, кто по природе своей насмешник, тот, кто стал на дорогу этого насмешничества, он тебя не послушает. Он тебя же высмеет, он тебя же сделает легковесным. Не подходи к нему. И хотя есть обязанность следовать путями Всевышнего и распространять мудрость, и распространять тору, к насмешнику не подходи. И не увещевай злодея, потому что это будет твоим недостатком. Мум – это как бы, как сказать, это физический недостаток, который есть в человеке. Это будет твоим недостатком. Злодей – это тот, кто решил, что так можно. Как мы с вами говорили, все воруют, и я буду воровать. Значит, таков закон жизни. Все воруют. Вот все обманывают, и я буду обманывать. Без обмана не проживешь, говорит злодей. То есть, Роша, говорит, как бы это слово, ну, скажем, в Баумице, в Гемаре говорится, что это морегейтер. Тот, кто сам себе дает разрешение. Он решил, что так можно, что так правильно. Потом он злодейство начинает возводить и в закон уже. Начинает возводить закон. Не то, что не так не проживешь. А так нужно жить, так правильно, так жизнь построена. И я вот прав, да, а всякие там простаки, которых я и, так сказать, и прижму к ногтю, и обману, а иногда, может быть, и убью, да, эти простаки, они ничего не понимают и ничего не знают. А закон жизни таков, как я живу – это злодей, да, и его не нужно увещевать, потому что он занял совершенно четкую позицию. Мы здесь можем увидеть как бы насмешника, который отрицает все ценности, и злодея, который переворачивает ценности, да, все ценности он переворачивает. Правда, ценность человеческой жизни, да, это все он переворачивает в обратную сторону. Злодей просто отрицает любые приоритеты ценностей, насмешник отрицает любые приоритеты ценностей, а злодей строит свои приоритеты ценностей. И когда ты будешь его увещевать, это будет твой недостаток, да, потому что он тебе скажет, да, но ты мне говоришь, да, а ведь на самом деле так-то и так-то. Ты же видишь, жизнь сама показывает, ты же мне говоришь вещи нежизненные, так как ты говоришь, ты это не проживешь, и это будет твой недостаток, это обернется против тебя, против тебя самого. Да, и царь Шламой еще дальше говорит, продолжает, сейчас мы оставим время на вопросы. Аль-Тухих-Лец, не убеждай насмешника, чтобы он возненавидел тебя, да, насмешник, когда ты его убеждаешь, да, и ты можешь ему показать какие-то стороны, его неправильные позиции, ты можешь показать ему ценности Торы, да, ему некуда будет деваться, он приперт в угол, да, но он не захочет принять твое поучение, ни в коем случае он не примет его, а он только возненавидит тебя, да, поэтому, да, поэтому поучающий злодея, он становится человеком легковесным, его в глазах, а может быть и в глазах других, да, не, и опять же, поучающий, немножко другое слово, злодея, да, не поучай, потому что он возненавидит тебя, даже если он поймет твою правоту, он не сделает так, как ты говоришь, он только начнет тебя ненавидеть, да, что нужно делать, да, ты говори мудрому, да, ты мудрому человеку можешь указать на его недостатки, ты с ним можешь обсудить вместе, как жить, как что-то исправить, и он полюбит тебя, он полюбит тебя, потому что он увидит в тебе, да, что он мудрый человек, он хочет что-то исправить, он хочет исправить себя, он хочет исправить мир, и когда ты ему указываешь на недостатки, даже его самого, он тебя полюбит, это мудрый человек, да, вот, ну, я не знаю, как бы, безусловно, я сам не понимаю до конца мудрости, до конца, до середины, не знаю, в шутку говоря, мудрости царя Шламо, да, но мне очень хочется, если не понять, то, по крайней мере, почувствовать, о чем он говорит, и поделиться с вами этим ощущением, да, вот, на этой точке нашего рассказа, очень надеюсь, что хотя бы в какой-то степени понятного, я выключаю share, выключаю, выключаю эту презентацию, текст, и я вижу вас всех, кто еще остался здесь, и, пожалуйста, если вы хотите задать какие-то вопросы, я могу пытаться ответить. Равдеев, какой насыщенный урок вы сделали, просто вложили, чуть ли один к трем, получилось. Один к трем. Что такое один к трем, воспринимается только третий, да? Это хорошо, это хорошо, если третий воспринимается. Ну, напрягаться пришлось. Ну, конечно, конечно, я же предупредил вначале, что мы имеем дело с самым мудрым человеком, да, и он, но в чем его величие, он никогда не смеется над нами, он только заставляет думать, понимаете, мог бы посмеяться, никогда, да, только заставляет думать. Он может говорить, как бы, как в Кахелит, ну, так, условно говоря, неправильные вещи, да, вот, неприемлемые вещи, но он не смеется. Он хочет, чтобы мы задумались и сказали, так не может быть, да, вот, и искали бы тогда глубину в его словах, да, как их можно понять, потому что по простому то, что сказано, это неверно. Что же он имел в виду? Он никогда не смеется над нами. Да, я Шарков. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос, как, ну, прикладное, как использовать вот это? Вот, например, два примера у меня. Если человек, не чужой, но знакомый, начинает со мной спорить, и я понимаю, что объяснять ему что-то при его абсолютном неприятии и ненависти к религиозной части населения, это, ну, нереально. А с другой стороны, вдруг, вдруг что-то там упадет, какое-то зерно. Ну, я выхожу из этого спора, ну, как будто меня облили чем-то нехорошим. То есть это вот неправильный подход, судя по вашему уроку. Я не должна была спорить с таким человеком. Или я неправильно поняла? Вы всё правильно поняли, только, понимаете, здесь ведь это же не галаха, нужно и нельзя, можно, запрещено. И вот перед нами насмешник, а может быть, он не насмешник, а может быть, он в чём-то насмешник, а может быть, его в чём-то можно затронуть. И как понять эту ситуацию, как её разобрать? Всё в ваших руках, да. И, конечно, я бы сказал так, что идея такова, что нужно пытаться, но когда человек начинает насмехаться, ну, и мне кажется, что это естественно, и многие попадали в такую ситуацию, когда человек начинает насмехаться над ценностями просто, которые у нас есть у еврейского народа, а может быть, даже и над ценностями, которые есть у всего человечества, а может быть, конкретно над ценностями Торы, он начинает вот это всё высмеивать, тут, конечно, нужно прекратить разговор и, может быть, не убегать от него, а перевести разговор в какую-то другую плоскость, может быть, даже не разрывать с ним отношения, я не знаю, да, но не разговаривать с ним на эти высокие материи, а что делать? Я вам скажу, что делать? Ждать. Ждать, когда он придёт и спросит. Для этого не разрывать отношения, да? Говорить с ним о погоде, о посуде, о сервизе, о чае скучно, ну, значит, недолго, но, по крайней мере, немножко поговорить, чтобы оставить с ним связь, да, чтобы была у него возможность, да, когда его что-то в жизни стукнет по голове, чтобы он пришёл к вам и спросил, а что это такое было, да? Это как бы, вот, это такая рекомендация, это не значит, что это какое-то правило, классическое правило. Вот мне так представляется как бы из того, что мы с вами прочитали. Очень часто нужно пытаться, очень часто нужно пытаться, и, ну, когда переходит в такой план огульный, насмешки такой уже, тут нужно прекратить. И опять же постараться сохранить с ним связь с этим человеком, да? И больше с ним на высокие материи не разговаривать, а ждать его реакции, когда его что-то заинтересует, когда его что-то стукнет в жизни, да? Чтобы у него был адрес, куда он может прийти. Вот, мне кажется, так. А как же тогда первый ты, что Лола Шеветт, чтобы не сидеть с лиц... Ну, вы поняли меня, да, про что я говорю? Чтобы не сидеть за одним столом с лицем. Это первый псалом, вы имеете в виду, да? Да, да. И мошал в лице, но и шал. Конечно, 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 зачем приходить в собрание людей, которые там, скажем, перемывают кости друг к другу, да? Вот. И всегда опять же нужно вести себя прилично, да? Ну, он пригласили, пришел, ну, хорошо, ну, пришел, ну, попал в ситуацию, ну, посидел немножко и ушел, да? Вот. Это очень точно царь Давид говорит. Не сидел, да? Не сидел, да? Он говорит, тот, кто не становился на дорогу грешных ни разу, он счастлив. А тот, кто не сидел с насмешниками, да? Не сидел долго. Ну, пришел, ну, не знал, куда пришел. Сел, посидел немножко и ушел, да? Вот у меня всегда такой яркий пример. У меня сын прошел Шаетет, да? Он до сих пор еще в Милуим ходит. Шаетет 13, как бы ударный отряд морской, вы знаете, да? Вот, как бы самый сильный спецназ в Израиле. Вот. И, конечно, там публика, она такая нерелигиозная, да? Вот. И он был там, и еще один парень был, вот, который, по-моему, потом ушел даже куда-то. Да, и вот он остался один там, вот. И они приходят с какой-то операцией, да? И они идут куда-то в паб, да? Он не может не пойти, потому что это очень важно для такого отряда, это очень важно, он не может продемонстрировать, что он не с ними, да? Он говорит, я иду, я с ними 20 минут, пока не приходят девочки. Приходят девочки, я ухожу. Да, это очень мудрое решение, к которому он пришел без меня совершенно, да? Не, это как бы, это даже связано с безопасностью, понимаете? Вот то, что называется гибуш, такое сплочение коллектива, да? Нельзя от него отказаться. Но быть с ними вместе и обсуждать все это, и смеяться, и пить это пиво бесконечно – это нет, да? Это нет. Вот я думаю, что это как бы общая такая посылка, да? Так что царя Давида здесь можно было перевести тот, кто там, где собираются насмешники, не засиживался, да? Я бы так перевел, да? Не засиживался долго. Ты не гарантирован, ты не можешь не попасть в такую ситуацию, и не всегда красиво, и правильно встать просто и уйти. Да, ну, нужно дождаться момента, выжить момент, да, и в подходящий момент уйти. Нечего там делать, да? Нужно вести себя прилично. Опять же, да, мне кажется, что очень важно сохранять связь с людьми, да? Не поворачиваться к ним спиной просто, да? Но с одной стороны. С другой стороны, тебе нечего сделать. Пусть они сначала проснутся, тогда будем о чем-то говорить, да? И вот такая очень тонкая грань здесь, да? Спасибо. Равзиев, скажите, пожалуйста, а зачем надо было скрывать число Пи? Это придавалось какое-то сакральное значение этому числу? Шламу придавал, что он вот так вот сокрыл через гематрию. Почему явно нельзя было это сказать? Мне трудно это сказать. Я не помню, с какого времени было известно, как бы, так сказать, обнародовано число Пи. Если кто-то помнит, пусть подскажет. Но во время царя Шламу оно еще не было известно. Он показал, что оно ему известно. Зачем именно таким образом? Трудно сказать. Мне трудно сказать, да? Почему не написать вот 3.14 прямо в тексте? Не знаю. Трудно сказать. Трудно сказать. Но в любом случае мы видим, что как бы мудрость, она спрятана, спрятана в самом тексте. Все знания, знания математики, все спрятано где-то у царя Шламу это есть. Спасибо вам, что нашли время и, несмотря на нашу неудачу, вчерашнюю присоединились. Очень всем благодарен. Я вижу вас во всех, как я много раз говорю, соратников, помощников и так далее. Потому что, когда готовишься к занятиям и потом разговариваешь с вами, конечно, ну, можно смело сказать, многое становится еще понятней. Хорошо. Успехов, благополучия всем с Божьей помощью. Встретимся на следующей неделе. Большое спасибо. Шабат шалом. Шабат шалом. Спасибо. Шабат шалом. Продолжение следует... Шабат шалом. Продолжение следует... Продолжение следует...